Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить салат подсолнух. Его можно подать к новогоднему праздничному столу, на любое семейное торжество и просто в будний день. Для приготовления этого салата нам нужно 300 грамм куриного филе нарезать на маленькие кусочки. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла, выкладываем филе. Обжариваем его буквально минуту и как только оно начинает береть, добавляем специи. Я кладу вот такую приправу для гриля и шашлыка. Пол чайной ложки будет достаточно. Всыпаем специю и перемешиваем мясо. Жарим его до готовности. По времени это занимает не больше 10 минут. Также нам еще нужна одна крупная вареная морковь. Для удобства натирания я ее разламываю на две части. И натираю морковь на мелкой терке. Также на мелкой терке измельчаем и 3 вареных яйца. Изюминка данного салата это маринованные шампиньоны. 200 грамм грибов нарезаем на маленькие кусочки. Среднюю луковицу режем на полукольца. Перекладываем лук в маленькую тарелку. И чтобы он не забивал вкус остальных ингредиентов, а лишь дополнял вкусовые нотки салата, заливаем его кипятком на 7-10 минут. Салат у нас будет с майонезом. У пачки отрезаем уголок. Таким образом нам будет удобно и легко его использовать при сборке салата. Ну что, все ингредиенты у нас подготовлены. Начинаем формировать красивый большой цветок подсолнуха. Итак, первым слоем у нас идет обжаренное мясо курицы. Выкладываем его в виде большого круга. Промазываем майонезом. Далее на филе выкладываем вареную морковь. Распределяем ее равномерным слоем по всему мясу и снова промазываем майонезом. Следом идут маринованные шампиньоны. Весь точный список ингредиентов я, как обычно, укажу в конце видео. Так как у нас каждый слой промазывается майонезом, кладем его немного. На грибы выкладываем лук. Воду с него обязательно заранее сливаем. Снова делаем майонезную сеточку и выкладываем тертые вареные яйца. Ложечкой слегка их придавливаем, чтобы они приклеились к майонезу. Снова наносим майонез и последний слой размазываем равномерно уже ложкой. Последний слой у салата это консервированная кукуруза. Обсыпаем ее салат со всех сторон. Получается вот такой большой центр будущего цветка. Для украшения салата нам нужны чипсы. Чипсы должны быть овальной формы и выгнутые. Я использую Принглс. Но если вы знаете чипсы такой формы другого производителя, можно брать и их. И, кстати, абсолютно с любым вкусом. Чипсы втыкаем в салат по кругу. И получается очень красиво. То место, в которое мы втыкали чипсы, засыпаем измельченным свежим укропом. И салат я еще решила украсить божьей коровкой, которую сделала из половинки помидора черри, а голова и точки на спинке сделала из маслины. Таким образом можно украсить любой слоеный салат. Необычное оформление в виде крупного цветка сделает его красивым украшением любого стола. Еще, как вариант, салат можно украсить половинками маслин. Присыпать маком или сверху выложить черную икру. Пробуйте приготовить сами. Не бойтесь экспериментов. А я желаю вам удачи на кухне и веселых праздников. Мы с вами приготовили уже очень большое количество разнообразных салатов. С майонезом, с маслом, с вкусными заправками на основе бальзамического соуса, соевого, соуса унаги. Все рецепты вы найдете в плейлисте салаты. Я уверена, что каждый мой зритель найдет салат по своему вкусу. И не один. Готовьте и радуйте близких. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто». Продолжение следует... Продолжение следует...